Дмитрий, скажите, пожалуйста, когда женщина может любить? Дело в том, что любовь для женщины – это самое главное в её жизни. Если ей это не удастся в жизни, то значит тогда женщина не состоится как женщина, потому что ей важно быть именно женщиной хотя бы раз в жизни. Допустим, она выходит замуж. Ей 18-16 лет, но желательно до 20, конечно. Тогда у неё шанс резко повышается. Почему? Потому что в этом случае женщина имеет, здесь она девочка имеет в виду, принимающая стихии, её тело работает на полную, как бы, возможность. В этом возрасте до 20. После 20 происходит, как бы сказать, да, схлопывание, схлопывание возможностей по простой причине. Потому что женщина, девочка, так как она не имеет либидо, у неё что происходит? Происходит зрелый возраст. А зрелый возраст несёт в себе самодостаточное качество тела. А значит, так как она не имеющая либидо, она не имеет самого главного. Она не имеет возможности входить в мужчину наравне с ним, потому что он-то входит в неё, значит тогда получается символически женщина тоже входит. Здесь же это на уровне тела, не то что вот органы здесь, это немножко другая система на уровне онтологии тела. А значит, если у неё нет этой возможности, она её может получить только от мужчины и только до 20-летнего примерно возраста. и значит в этом периоде максимальная у неё происходит возможность любить мужчину. После, после шансов у неё нету по простой причине. В этом случае она становится с ним во-первых наравне, так как до 20-ти лет она выше мужчины, выше её бесполого тела в силу того, что она ни в чём не нуждается и в то же время принимает, может принимать мужчину. А после 20-ти лет, так как мужчина ей уже не нужен, ну, как биологическая составляющая, имеется в виду для её любви, а только для рождения ребёнка. Эта функция остаётся, потому что она природная, всегда присутствует у женщины. Но для любви она исчезает. То есть вы хотите сказать, что она после 20-ти становится самодостаточной? Да, и отсюда она не может принимать мужчину, как это объяснить, как равного себе. Вот здесь проблема ещё. Потому что женщина всегда в иерархии выше мужчины, так как она самой природой создана самодостаточной. Иначе тогда она не может родить и воспитать и любить ребёнка, сам принимаешь. А мужчине это, как бы сказать, это не его проблема, потому что его проблема – это реализация любви, входить в женщину. И именно это вхождение приносит женщине вот это же качество. Она также может в него входить символически. Потому что здесь же не физиология, здесь совсем другое. И тогда у них идёт обмен входящей и принимающей стихии. Потому что принимающая стихия доставляет мужчине только женщина. Она может доставить. Но это только до 20-ти. После 20-ти эта стихия исчезает в силу самодостаточности женщины. И поэтому самый лучший способ достичь любви женщины – это, значит, надо выйти замуж, желательно до 20 лет. До зрелого периода жизни. И так сказать о том, если женщины и женщины,